МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Предпринимательская инициатива в Москве заработали дискуссионные площадки деловой России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опасная еда. На рынке шапашкар проверили реализацию молочной продукции. Наглядное пособие. Бойцы спецназа провели мастер-класс для юно-армейцев. Сегодня в Москве обсудили стратегию развития бизнеса. Место встречи первых лиц государства, руководителей субъектов и ведущих предпринимателей форум «Деловая Россия». В его работе принял участие глава Чуваши. Ключевые решения экономической повестки региональным властям обозначил президент России. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Форумы деловой России помогают наладить эффективный диалог предпринимателей и власти. Роль бизнеса высока и про достижение национальных целей развития страны. Президент России расставил приоритеты. Необходимо совершенствовать систему поддержки и устранять барьеры. Деловой климат в регионах – ключевая тема. Эксперты говорят, что инвесторов нужно стимулировать. Бизнес, он всегда опирается на некоторые отрасли или на некоторые сферы деятельности человека, которые являются приоритетными, которые имеют огромное преимущество. Поддержка бизнеса для республики – приоритетная задача. Это доказывают и первые строчки в национальном рейтинге. Но и запросы инвесторов растут. От глав регионов зависит многое, отмечают эксперты. Власти региона должны чувствовать пульс. Вот эту вот проблематику, которую генерирует бизнес из-за того, что чувствуют барьеры для своего собственного развития. Каждый предприниматель, который желает вырасти, которому что-то не хватает, должен получить возможность какой-то государственной поддержки для своего роста, финансовой или не финансовой. Инвестиционный климат должен отражаться и на качестве жизни, уверен Михаил Игнатьев. Об участии в форуме он рассказал на своей странице в Инстаграме. Реализация экономических задач бизнеса зависит напрямую от качества жизни и социального самочувствия сотрудников и их семей. И в конечном итоге основная цель при создании благоприятных условий для бизнеса – это создание благоприятных условий для каждого человека. Правительство Чувашии продолжает выстраивать тесный диалог с бизнесом. На полях форума глава республики и председатель организации «Деловая Россия» подписали соглашение о взаимодействии. Очередная встреча с бизнес-сообществом и региональными властями станет основой и для послания президента. Владимир Путин отметил, что сейчас необходимо движение вперед. Безусловно, нужно думать на перспективу, создавать благоприятные условия для того, чтобы открывались и модернизировались предприятия. Росла производительность труда. Наша встреча проходит в московском доме музыки. В этом зале, конечно, трудно избежать аналогии. Есть такие сравнения. Не буду сейчас вдаваться в детали. Но мы знаем, что ситуация в мире развивается очень энергично, быстрыми темпами. И мы в таком стиле с вами и должны работать, в стиле «Олегра». Дмитрий Ковалев, Галина Титарчук и Андрей Шоклев. Республика из Москвы. Подробнее о решении, принятых на форуме, мои коллеги расскажут завтра в программе «Республика». Выводы сделаны, задачи на перспективу определены. В Маргаушах подвели итоги социально-экономического развития района. В 2018 году в районе реализовано 16 инвестпроектов. Создано 65 новых рабочих мест. По объему реализованных товаров собственного производства Маргаушский район занимает шестое место среди других муниципалитетов. Ключевая роль в промышленности принадлежит, конечно, мощному предприятию «Сеспель». Это одно из самых современных инновационных производств в Чувашии. Завод производит и поставляет цистерны и полуприцепы во многие страны мира. А в прошлом году на предприятии открылось новое производство танк-контейнеров. Амбициозные задачи поставлены и на этот год. 20 инвестпроектов на сумму более 300 миллионов рублей будут реализоваться. В текущем году будет создано дополнительное 61 рабочее место. Из них самые крупные – это по залу Чебоксарского предприятия «Сеспель» по организации производства танк-контейнеров. Далее – это строительство фермы ВСКПК имени Суворов, реконструкция бойных цехов, птицефабрика Маргаушская. Особое внимание – социальным объектам. В районе капитально отремонтировали Шомиковскую школу. Обновили три спортзала в других образовательных учреждениях. А в Юнгенской решили историческую проблему. Там никогда не было спортивного зала. При поддержке правительства региона удалось построить новый. 17 проектов было реализовано в муниципалитете по инициативному бюджетированию. В этом году подано 22 заявки. «Население активно поддерживает это, так сказать, начинание, потому что знают, если участие населения государства и горными, и правительство Чувашской республики активно будет поддерживать. И в кратчайший срок задача, в первую очередь, связана с обустройством дорог Песок-Щебень в населенном пункте. По этому году, если все проекты пройдут, у нас будет отремонтировано 13 километров дорог в населенном пункте». Маргаушский район всегда был в числе лучших в республике по показателям социально-экономического развития. Тем не менее, по итогам прошлого года в районе произошел серьезный спад в строительстве жилья. Снизилось количество посевных площадей, производства сельскохозяйственной продукции – молока, мяса. «Примите все мирно, работайте точечно, адресно, и поднимайте сельскохозяйственную производство в районе. Знаменитый Маргаушский сельскохозяйственный район почему-то падает». На встрече прозвучал вопрос и о нашумевшем проекте китайских инвесторов, против реализации которого выступили жители. «Вопрос по китайским инвестициям в этом отделении Хиткасы-Мургарского района закрыт, потому что они вышли заявлением Москва-Синское сельское поселение о переводе земли». «Мы отслеживаем ситуацию, никакого перевода в другие категории земель не будет. Тот предприниматель, который продал, он должен вернуть денежки обратно». «Вопрос остается на контроле правительства и общественности». Что покупателям предлагают под видом творога и есть ли в продукте, который на витрине называется йогурт, молоко? Это на рынке Шапашкар в Чебоксарах сегодня выяснял «Народный контроль» и наша съемочная группа. «Добрый день. Доместитель главы города, координатор партийного проекта «Народный контроль». Одна из точек на рынке. Координаторы проекта «Народный контроль» просят продавца показать развесной творог и получают пакет без каких-либо опознавательных знаков. «А где у вас маркировка этого творога?» Накладной на продукт у продавца не оказывается. Тогда специалисты из Роспотребнадзора просят предъявить этикетку хотя бы на таре, откуда творог расфасовали. Выяснилось, то, что продают под видом творога, им не является. «Продукт растительно-творожный». «То есть это является грубейшее нарушение?» «Да, конечно. На ценнике должно быть описано продукт творожный». К этому грубейшему нарушению добавляется еще несколько. На этикетке просто не прописана дата производства. Видимо, поэтому в книге жалоб есть запись о том, что покупатель приобрел здесь продукцию, просроченную на год. Пока представители Народного контроля и Роспотребнадзора фиксируют нарушение в одной точке, другие в спешке закрываются. «Нас заметили издалека, и почти все продавцы начали закрывать все свои торговые места. Мы, исходя из этого, не проверили все то, что мы планировали. То есть это как раз-таки говорит о том, что им было что скрывать». «В соседнюю точку мы зайти успеваем. История повторяется, только уже с йогуртом». «Продукт действительно йогуртовый, йогуртовый микс Черникова должны писать. Здесь имеют растительные жиры, а на этикетке это не указали, что они имеют растительные жиры». Ни в одной из точек, который проверил Народный контроль, не обошлось без нарушений. Почти нигде на витрине холодильника не было градусника. Как того требуют нормы. Продавцы работают без головных уборов. «Ну, это социально значимый продукт. Были и отравления, были и нарекания. Мы обратили внимание сейчас, вот запись была в книге жалоб о предложении, в которой женщина, может быть это мама, может просто житель нашего города, который купил молочные изделия с просроченным сроком один год». «Будут сделаны замечания, и мы будем контролировать, чтобы эти замечания были учтены. Информация по Вроспотребнадзор, и следовательно они будут уже выезжать, смотреть». Жалобы поступали не только на молочную продукцию, но и так называемые разливайки. В районе рынка их несколько. Удивительно, но единственное выявленное нарушение – отсутствие бумаги в туалетах. Что касается шума в вечернее время и других неудобств для местных жителей, Народный контроль бессилен. Пока это в рамках закона. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. За прошедший год судебные приставы возбудили порядка 500 тысяч исполнительных производств. Больше всего по взысканию долгов по кредитам и административным штрафам. Итоги работы ведомства подвели сегодня на расширенной коллегии. Подробности в следующем материале. «Если должники уклоняются от уплаты, то приставы готовы пойти на крайние меры. Свою эффективность уже не первый год доказывают запреты выезда за границу. Благодаря этому взыскали многомиллионные суммы. При оплате долга ограничения снимают сразу». «Раньше процедура снятия ограничений занимала до 10 дней. Вместе с тем сегодня остро стоит вопрос снятия с учета действовавших до введения электронного документа оборота постановлений судебных приставов исполнителей о запрете на перерегистрацию транспортных средств». На особом контроле защита прав детей. С алименщиками приставы не церемонятся, накладывая арест на заработную плату и возбуждая уголовные дела. «Если долго не удается найти алименщика, он объявляется в розыск. 1400 должников по алиментам, то есть каждый восьмой, привлечены к административной ответственности по статье 5.35». Штрафы накладывают и на коллекторов. Вот уже два года судебные приставы ведут реестр таких фирм. Организации по взысканию долгов нередко перегибают палку. Жалобы на их работы увеличиваются. «Только в январе текущего года за защиту нарушенных прав в управление уже обратилось 15 граждан. В отношении 50 организаций составлены административные протоколы и направлены для рассмотрения в суды республики». Председатель правительства республики отметил, что между властями региона и судебными приставами налажено эффективное взаимодействие. Ключевая задача – взыскание долгов с работодателей. «Благодаря принятым принудительным мерам взыскания жителям республики было выплачено 60 миллионов рублей задолженность по заработной плате. Большая работа ведется по взысканию налогов и сбору с недобросовестных налогоплательщиков». Всего же в прошлом году приставы республики взыскали более 6 миллиардов рублей. Но потенциал куда выше. «На коллегии ведомства обозначили и приоритетные задачи. Несмотря на продуктивную работу в прошлом году, судебные приставы республики так и не взыскали многомиллионные суммы. Это отметил и вновь назначенный руководитель управления. Разбор полетов проходил за закрытыми дверями. От своих коллег Анвар Закиров потребовал улучшить показатели». Дмитрий Ковалев и Бахтияр Вилеев. Республика. О результатах работы в 2018 году говорили и в ГИБДД Чувашской республики. Хотя количество ДТП сократилось, поводов для беспокойства по-прежнему достаточно. Безопасность дорожного движения – одна из самых проблемных тем не только в республике, но и в стране в целом. Только в Чубаксарах за прошлый год зарегистрировано 546 дорожно-транспортных происшествий. Это почти на 6% ниже, чем в 2017 году. Тем не менее, количество погибших по итогам прошлого года выросло. «В Чувашской республике 1250 дорожно-транспортных происшествий, снижение на 8,8 самих ДТП. Погибшими 162. С ростом вышли по аналогичным периодам прошлого года на 2 человека больше. Это выставились те ДТП, которые люди уже скончали в больницах». Нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоблюдение очередности проезда и дистанции – основные причины ДТП. По статистике, самый аварийный день недели – понедельник, а наиболее вероятное время ДТП – с 6 до 9 вечера. Управление ГИБДД МВД по Чувашской республике просит и водителей, и пешеходов быть внимательнее на дорогах. И в случае необходимости помогать органам. Как, например, Андрей Шамеев. Именно он помог ГИБДД найти виновного аварии на трассе М7, когда водитель сбил женщину, оттащил в сугроб и уехал. Данный участник ДТП выполнился не только гражданский долг, но и человеческий долг. Быстро сообщил рядом находящийся экипаж ДПС, и данное преступление было раскидано. Юлия Важенина, Олеся Русакова, Игорь Зверев, Республика. Началась подготовка к окружному молодежному форуму «Иволгам». По поручению полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова разработана новая концепция. Полюбившаяся молодым людям площадка должна стать еще более динамичной и соответствовать современным тенденциям государственной молодежной политики в Российской Федерации. Среди основных задач форума создание профессиональных сообществ и стимулирование проектной деятельности молодежи. Его программа будет более ориентирована на решение определенных задач, приобретет прикладной характер. В Чувашии уже вовсю готовятся к форуму на базе Центра молодежных инициатив организована работа Школы социального проектирования. Ведется отбор потенциальных участников смен, предварительная оценка проектов. Напомним, в 2018 году в форуме приняло участие 86 человек. В этом году «Иволга» пройдет по традиции на Мострюковских озерах с 23 по 31 июля. В Чувашии откроется виртуальное представительство Государственного музея истории и религии. Это единственный в России и один из немногих музеев в мире, экспозиции которого представляют историю возникновения и развития религии. Представительство откроется в музее Чувашской вышивки. С его помощью жители республики получат доступ к культурно-историческому наследию в контексте религиозной культуры регионов России. Здесь можно будет узнать об основах религиозных культур и светской этики, ознакомиться с экспонатами музея истории и религии. А их более 180 тысяч, причем древнейшие, датируются шестым тысячелетиям до нашей эры. Открытие виртуального представительства приурочено к 98-летию Чувашского национального музея и намечено на 12 февраля. В Янгильдинской школе Чебоксарского района прошло открытое первенство по юно-армейскому многоборью. Какая команда завоевала переходящий кубок, узнавала Татьяна Леонтьева. Никакого волнения, все движения отработаны с точностью до миллиметра. Разбирать и собирать автомат Калашникова этим ребятам не впервой. Другие задания – расположить воинские звания и чины в правильном порядке, от младшего до высшего, снарядить магазин патронами и как можно больше раз подтянуться. В первенстве по юно-армейскому многоборью участвуют команды 12 школ района. Мы с командой ежедневно оставались после уроков, занимались нашим учителем, разбирали, собирали автоматы, физически готовились, подтягивались. Вот это военное дело мне всегда было интересно. До этого участвовал в Зорнице, выходили также на республику. Районные соревнования проходят седьмой год подряд в рамках месячника обороны массовой и спортивной работы. Начиналось все с четырех команд. Эти соревнования помогают военно-патриотическому воспитанию, сплачивает коллектив. Значит, они каждый стремятся помочь друг другу в выполнении поставленных целей. Команда, есть команда, она должна выполнить задачу, быть первым. На турнире прошли еще и мастер-классы от сотрудников Офсин Чувашии. Какие бывают виды оружия, как правильно ими пользоваться и сколько весит бронежилет. Ребята все испытали на себе. Это жилет пятого класса защиты. Защищает от гладкоствольного оружия, охотничьего и автомата Калашникова. Тяжелый жилет? Да. Жилетами и автоматами дело не ограничилось. На улице школьников ждали спецавтомобили. Мы находимся внутри боевой машины «Выстрел». Она используется для ликвидации массовых беспорядков в колониях. Боевая машина рассчитана на экипаж до 10 человек. Здесь даже есть вот такой специальный люк, с помощью которого открывается доступ вот к этой штурмовой лестнице. Такие мастер-классы в рамках турнира сотрудники УФСИН проводят третий год подряд. В будущем году посидеть за рулем бронемашины и поддержать автомат можно будет уже в Чершкосинской школе. Их команда стала победителем соревнований. Татьяна Леонтьева, Валерий Резюков, Республика. 7 и 8 февраля хоккейный клуб Чебоксары проведет домашние матчи с Саранской Мордовией. Второй этап первенства в высшей хоккейной лиге достиг своего экватора. Чебоксарские богатыри провели парные матчи с четырьмя соперниками. До игры плей-офф осталось столько же. Ближайшие встречи на льду для наших хоккеистов пройдут уже на этой неделе. Завтра и послезавтра Чебоксары примет у себя команду Мордовия. Соперники уже сыграли друг с другом четыре матча в этом сезоне. Три из них завершились победами богатырей. Начало игр в 18-30 в ледовом дворце Чебоксары-арена. Это все на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин